Нам вот этот салатик возьму Немножку хорошую Так То есть охранник флиртует Продавщица Так, а что будет 15-16 Ну вот 15-16 будет для меня Приятное событие А последствия событий дальнейшие Если все хорошо сложится, я вам все расскажу Обязательно расскажу, ребятки Что взаимовало, Люха, как ты? Я же тебе ответил в порядке и спросил, как ты сам Че ты, как ты, где ты? Так, что мне по харту взять? Так, я нормально за тобой наблюдаю Приятного аппетита, спасибо У вас all bad А, не хотите? Обэ, да Да, у меня обэд Я просто хожу сейчас, вот реально очень сильно подбираю, что я хочу поесть Очень трепетно к этому отношусь А у нас слюни текут на все Наверное, картошечки жарены с грибами, с котлеточкой Надо поесть плотно Это очень прям у меня в последнее время энергия вообще много У меня еще работать 7 дней 7-8 дней 7 даже Не с небра хватит 7 Так, зачем ставишь эти эффекты? Убери Нет, не уберу, мне нравится Жалко, что вы отстали сегодня сегодня весь проект Да вы не спешите с выводами Я почему-то думаю, что они сойдутся Знаю Ваню, знаю Кристину Я думаю, что сойдутся Ну, сейчас ребята немножко остынут И придут к чему-то целому Потому что я уверен, что у Вани есть чувства, у Кристины есть чувства А если у людей есть чувства Бывает родногласия, но все равно я думаю, что они сойдутся Потом мне будет сверти, Люха, ты был прав Я же знаю Так, очень жалко Но верю, что помирится, да Не убирайте, идет маска От Тущинский Так Ты в басне готовишь, чем в магазине Ну, есть такое бывает, да Люблю готовить Когда кушать хочу А когда лень, я вообще реально Тебе прям ничего не хочется готовить Абсолютно ничего Что-нибудь спамят Ты прав, они сойдут Любовь победит Да Любовь спасет весь мир Серьезно, без любви тяжко Когда ты управляешься Вот если ты даже, не знаю, умираешь Вот у тебя появляется любовь, бля У тебя появляются новые силы Вообще Ты прям максимально себя чувствуешь Энергично, позитивно Вообще У тебя просто положительные гормоны Сейчас я тарелки возьму Как-то неудобно Ертую На голову не уравить Так, ну опыт у меня был Работа официантом Поэтому возьмем две тарелочки Вот так В одну руку Сейчас, ребят, я это быстренько рассчитаюсь О, суп точно Сейчас, суп опять спарну Суп у меня, суп курина с лапшой Не, окрошка, они не очень белые А у супчик я бахну Так, ребят, короче, сори Максимально сейчас я быстренько себе пахалку наложу Опа Вот так Супчик Супчик короче я здесь сори и хлеб мне взять короче я не называю это не тарелка супа тарелок бокал супа вот реально смотрите пока так ну а не вчера на конкурсе подержал и давали красава подержал я делал вообще время нет я не могу выспаться сейчас я сюда мы не нужно Ну вот я надеюсь, что да, что мы здесь найдутся. Поднос вы взяли от входа, поднос, поднос, да ладно, я ее в руках вынесу. Да мне не лень два раза сходить, сейчас я. Ребята, вообще максимально сильно извиняюсь, что я вот так сейчас пока не могу ничего ответить. Налаживаю свой обеденный перерыв. Надо прям плотненько покушать, потому что целый день начну работать, работать. Там салфетки есть. Так, все, я, короче, вернулся. Ты где? Я тут, а ты где? Я на обед вышел. Так, привет. Штангистку нашел себе? Штангистку? Странный вопрос. Давайте опустим его. Нет, я девушку тебя не нашел. Я хочу найти девушку, которая не просто потрахаться, а вот именно за серьезность. И, короче, ладно, пока не буду об этом рассказывать, потому что могу сказать, что я общаюсь с одной, с которой я очень давно познакомился. И как раз 15-16-го я, ладно, расскажу. 15-го она приезжает. Мы с ней увидимся. А как будет дальше? Пока не знаю. Так, с Ваньком разговаривал. Ну, писал, мол, сказал, потом все расскажет. Я даже не стал его дергать на эту тему. Даже мы будем обсуждать твои отношения. О-о-о, надеюсь, что скоро. Люха хочет отношений. Пизда. Да. Я заебался, правда. Извиняюсь за мат, но по-другому никак не назовешь. Хочется любви. Ну, типа, я прихожу домой, я один. Я иду гулять, я один. А у меня, как бы, мне хочется дарить свое тепло любимой девушке. Эх, блин, вот это мне мечты, конечно. Нужно себя найти сначала и поставить на ноги. А потом уже отношения я так делаю, фокусируясь сначала на себе. Ну, с одной стороны, возможно, ты прав, либо права. С другой стороны, я скажу так. На ноги можно стать и в процессе отношений. Просто вопрос твоих приоритетов, твоих интересов. Я что, без отношений сильный? Эмоционально, физически готов пробиваться дальше. Но и хочется, как бы, тоже отношений, чтобы как-то я восстанавливался. Получал любовь, дарил любовь, чувства. Аж есть не захотелось, потому что подумал снова о любви. Что за одноразка? Сколько уже куришь? Одноразка. Я к фирме не буду говорить, потому что это реклама. Мне за рекламу не платят. А так... Да не знаю, с 18-ти где-то. Я вообще работал кальянчиком пять лет. Я с 16-ти, получается. Или с 17-ти, или с 16-ти я, короче, начал курить. В плане кальяны, там, туда-сюда. Но ничего запрещенного ни разу. Какие планы на будущее? Тебе все расскажи. Ну и ничего, пока развитие, саморазвитие. Заработать бабок. Купить хату, тачку. Встретить ту самую, с которой я проживу до конца всей своей жизни. С которой я буду просыпаться с утра и любоваться ей. Ммм... Причина расставания, я почему-то думаю, какая-то несостыковка. Я не знаю, в той сути их проблемы. Я думаю, что опять, наверное, Кристина говорит о том, что... Ваня, наверное, их не охолодел. Хотя, что это вообще нет. Я же видел их. Вот я дебил, извините. Я не погрел себя. Я себе еду взять, взял, но не погрел. Ну, скорее всего, что Кристина сказала, что Квань, наверное, не охолодел. Уже не чувствует тех чувств. Вот. Я бы думал по-любому в этом духе. Просто Кристина не понимает, что есть в отношении такой период, когда после, ну, какого-то там, не знаю, макетно-какетного периода, розовых качков, становится реальность. Вот. И реальность остается, чувства те же, эмоции те же. Просто ты на это уже смотришь другими глазами. Вот. Поэтому, она думает, что это полно. Ну, вряд ли. Я думаю, у них все будет нормально. Я думаю, где-то красиво. Так, сойдутся, как думаешь? Да, я думаю, сойдутся. Рад, что ухо проколол. Почему я должен радиться? Просто хотелось и проколол, и все. Дедушка, привет. Привет. Так, как жизнь молодая? Все в порядке. Ты че как? Как работа? Работается. Привет-привет. Так. Даваня переехал в шале слеву, и фотки не удалил. Я пытался от своей куклы. Так, возможно, не судите, как маленькие дети, ребята. Я, конечно, извиняюсь, что это говорю, но все же. Фотки не удалил, это не сделал, это все ребячество. Ну вот. И, возможно, возможно, я думаю, они сойдутся по-любому. Сейчас еще день-два, пару дней. Будет какой-то момент, когда они поговорят, там, перед чувствами, перед страстью не устоишь. Там, кажется, за Аню все. Да, Аня здесь вообще при чем? Потому что Ваня за нее заступился. Это странно. Ваня сделал правильно, что на нее заступился. Не важно, какой человек. Типа, допустим, если девушка будет оскорблять девушку, да, там, скажут, вот и шлюха, и прочее. Это их проблемы, их вопросы. Ну, когда служит, поднимают руку на девушку, и некому здесь заступиться. Не важно, что она натворила. Это то же самое, что, допустим, девчонка накосячить, и парень ее будет убить. Типа, тебя, если что-то не устраивает, ну, уйди от нее, и все, и забыть про нее. А поднимать руку, блядь, ты такая дичь вообще. Хороший парень, все будет классно у тебя, спасибо. Я, короче, сейчас, если буду болтать очень много, я, наверное, не поему. Меня поругают, что я так долго кушаю. Приветули, приветули, передай мне привет. Юрь в 3-7, привет. Илья, почему Тигран не ушел за белый, как в любви клялся? Да, какая любовь, ребят, вы сами, ну, посмотрите. Куда Тигран уйдет? Где он бабки зарабатывать будет? У него сейчас доход, только то, что он получает на проекции рекламные деньги. Вот. Все. То есть у него дохода другого нет. У него три ребенка. Алименты. Что делать? Поэтому сами делайте выводы. У него сегодня пять месяцев в отношении, у кого банит Кристины. Юрий. Юрий, успокойся. Я тебе уже передал привет. Что ты какая? Грубьянка. Те, кто негатив, те, кто грубые, я сразу блокирую, удаляю. Моя страница позитив. Хочешь своего ребенка? В дальнейшем, да. И ни одного. Просто нужно морально-то я... Просто нужно морально к этому подойти ближе. Одно дело желание, другое дело умение. Третье дело финансовая сторона. Финансовая сторона играет самую значимую роль в воспитании детей. Плюс еще их рождение. То есть, если ты собираешься делать ребенка, ты должен понимать некоторые аспекты, что финансово на детей выходят все деньги. Это питание, это одежда, это кроватка, это ремонт комнаты. Там много чего уходит. Поэтому... Детей хочу, но попозже. Когда хотя бы буду финансово на ногах стоять, буду понимать, что я смогу обеспечить семью. Плюс... Еще финансовая сторона влияет на... Не только на ребенка, но и на твою жену, на твою девушку. Потому что после родов у нее восстановительный период. И, соответственно, помимо как ты даришь тепло и ласку за ребенку, ты не должен забывать про свою любимую жену, про свою любимую девушку. Что как бы она тоже нуждается в тепле, в любви и ласке. Но и ром также финансово, потому что, допустим, куда-то съесть отдохнуть. Вместе там, да, там, втроем. Да, очень много аспектов, да, конечно, очень много денег надо. Чтобы просто был ребенок. Прощающий проект. Не хочу. Леша Бедус так не собирается, что и станет с ним. Я не знаю, с ним не общаюсь. Видели у меня, когда я выставил фотографию, пост с Ваней? С днем рождения фотография. Бедус опомнился. У меня день рождения был 2 августа. Он мне написал 7 августа. Элюха, бро, типа, с прошедшим тебя, бро. Я говорю, да уже не надо. Ну, это, блин, реально, типа, я как ему говорил, Лех, я тебя вижу, что ты себя ведешь так, как будет этот друг на проекте. За проектом вообще. Ни смс, ни звонков, ничего. Я понимаю, типа, там, ребенок, все дела. Он, блин, раз в год, день рождения сложно поздравить. Тем более, он истории-то мои видел, что я там заставлял, что он день рождения, что мне другие ребят поздравляли. Непаляне об этом говорили, что на день рождения ко мне едут. Я его звал на день рождения. Как ты identification об stylish и messedур approaching посвящен ogni appelleucking Еще специальноør. Все, слушайте, что будет на день рождения. А потом самое идти кiatра strijs-то по салону. Тебе? А я добавляю на день рождения. А я боюсь, чтобы у тебя колодка всё обратила, что нужно делать один тормозной аккумуляторки иметь. Дедушка, тут были все твои ахавки. Спасибо. Но мне не нужны все, мне нужна одна. Поздравлял, да, спасибо, бро. Я просто не стал каждому отвечать, я всех просто поблагодарил в истории. Суп очень хороший сделали. Чувствую, как мне энергия прибавляется. Наталья чашка. Кстати, я причем суп поел, чувствую прям плотненько. Но еще второе впереди. Да, не, нормально. Я просто думал, что кислое. Да. На ДН2 были отношения? Ты это наши отношения не назовешь. Типа я не раз убежал в том, что я человека могу узнать сразу, там, минут за 20 общения. С кем-то бывает, там, за два дня общения. Вот. И типа я когда понимаю, что это за человек, я понимаю, что, типа, я с таким человеком по жизни не пойду. Даже как-то пробовать строить отношения. Ну, всего, для проекта нахрен надо. На, нахрен. И я говорю, я сразу понимал, после того, как я там с Настей поцеловался, почему как-то все это выставили, что, типа, не дала и, типа, все, поэтому расстался. Да, не поэтому. Много аспектов было, моральных моих аспектов, моих ощущений, что я понимал, что, типа, нет, это не та девчонка, за которой она себя показывает. А я ей говорил, что мне нужна искренность. Не важно, что тебе было в прошлом. Искренность по отношению ко мне. Честность. Но. Ну, в итоге потом я, когда ушел в проекте, узнаю, что он подачил пацанам. Или троим пацанам. Суть не важная. И подозвали ее Настей Золотая Ручка. А мне все фуисосили, говорят, вот и лучше хорошенькую девочку бросил. А, я что, заметил, да, у меня это просто привычка. Типа, я просто постоянно, не знаю, там, что-то понюхать. Постоянно нюхаю еду. Поехали, чтобы поесть. Я, конечно, не как Леня с Воронин, который в бородок, а потом в рот. А, ну, я зачесался, там, уж перцы, там, слепо. Бат, а, потому что идешь, ведешь эфиры и сидишь, а тебя люди смотрят, как на дебилов. Ну, бывает такое, ну, типа, мне-то пофигу. Я, я... Ну, я вот такой человек. Типа, показываешься каким-то другим. Выдавая себя за другого, грубо говоря, это очень странно. Я вот такой, типа. Те, кто люди меня таким принимают, они меня смотрят, общаются со мной. Те, кто не принимает, просто проходят мимо. Типа, вот я говорю, честно, да, там, сейчас папка не туговато, я, поэтому я там и не кушаю в ресторанах, в каких-то там конфешках. Я пошел, забегал, в которую вкусно, мне нравится, я вам кушаю. Мне недорого, там, 380 рублей, тут там вышло. Отдал, вот, пожалуйста, плотненький обед. Ребят, а ты думаешь, Ваня с Крестиной помилится? Я думаю, да. Почему сюда на лобных кадоне засаживают пестину? Он ее подъебывает. Адриан на проекте же имел. Что за вопрос такие, что так грубо? А? Да, было волосубство. Но самое интересное, что я... Мне, короче, не понравился, скажем, аромат. Всего происходящего. Но я думаю, ладно, я, типа, не буду говорить, потому что мало ли сейчас еще позорить ее буду. А потом мне показывают видео, я вообще охреневаю. Она берет просто, что на меня и скидывает. Я в таком охуе вообще буду думать. Не, язык что-то порезал. Мне, короче, писали девчонки, говорит, Илюха, я тебе с кем спал. Типа, как так, типа, что она за херню несет? Я говорю, я не знаю, возможно, типа, просто похайпиться, как-то слиться. Вот. Все возможно. Ну, типа, это я сначала дал реакцию, потом вообще забил хер, и мне вообще пофигу. Те, кто меня знают, все про меня знают. Воу. И уже после Адриана я начал изучать людей. Как-то более... Ну, где-то что-то пробовать, узнавать там, чему-то учиться. И недавно была ситуация, когда меня девчонки спрашивают, такая, ой, давай, расскажи про меня, что ты там, как раз так зарекаешься. Ну, типа, можешь про человека рассказать. Я начинаю ее расписывать, она такая, просто чуть-чуть, чуть-чуть за них слезы, такая, нифига себе, даже психолог про меня ничего ему не мог сказать. Да, сегодня выходной? Нет, я сегодня, я сейчас вышел на обед, сработает. Я не считаю, что это расставание. Это просто очередная моральная пауза для осознания своих ошибок и принятия того, что вы любите друг друга. Просто это сложный период, который нужно прожить. И что, у вас в голове слишком много заморочек по поводу отношений, в том числе у Кристины. Хлеб не кушаешь? Ну, я одну булку съел, а как-то, если я буду ездить со вторым, сухаря будет во рту. Зачем переплачивать, если есть нормальные столовые, вкусные? Ну, я тоже за такое мнение, типа, мне удобно стоить в столовку, либо что-нибудь дома приготовлю, когда есть настроение, желание, либо что-нибудь зайду сюда покушаю, и вкусно. Причем, мне не особо нравится ресторанные блюда, я честно скажу. Мне нравится такая вот обычная готовка, как-то кайфую от нее. ресторанные блюда я могу сам приготовить. Ну ладно. Я не всегда могу, не всегда люблю поесть короллы. Максим, там, поем в каладе, я люблю запеченную. Пицца вообще мне надоела. Очень сильно надоела. Мне нравится вот обычная, да. Картошечка, жареная. Так, почему все считают, что ты высокомерна? Твое мнение, как насчет нее? Я говорю, да реально, я захожу сюда, в свой прямой эфир, и постоянно говорю про Кристину и Ваню. Если бы Ваня не был моим другом, я бы на это даже не отвечал. По поводу Кристины и ее высокомерия, в принципе, какой Кристины человек, я думаю, должно быть каждому без разницы. Потому что, если бы это касалось бы каждого, ну, допустим, что она, ее высокомерие как-то на тебя влияет, как-то тебе портит жизнь, типа, то тогда вопросов появляются больше. А так, что она может себя вести как высокомерная, и... Я просто не разговаривал, она себя превыше кого-то другого не ставит. Она просто, типа, ну, такой у нее характер, такое поведение, но ставить себя превыше кого-то только в том случае, если она кого-то хочет унизить, если кто-то ее обидел. А так... Я не знаю. Я особо сильного высокомерия с ее стороны на влияние других не заметил. Просто, возможно, кто-то может завидовать. Кто-то, я не знаю, кто-то может просто ее не любить. А это девочки на проекте Алины и Авдан. И Клава без верху. Клава? Не нравишься вообще. Не мой типаж абсолютно. Алина? Ну, симпатичная, но... Я бы не стал с ней строить серьезные отношения. Типа, я бы максимум просто общался бы и все, и даже не строил бы с ней отношения. Но я не могу рассматривать даже никаких девушек, потому что я общаюсь. Веришь, любовь, Ваня, Кристины? Чего говорят, что Кристина любит, Ваня позволяет себя любить. Но какая разница, что говорят все? Вот так вот внимательно слушать, когда все говорят, почему вы ставите чье-то мнение превыше своего. Вы сами как думаете? Ваня дает себя любить, Кристина любит. Да они оба любят. Оба любят. Все, у них нормально будет висеть. Столовая, как домашняя кухня. Да. Нет, одеевская пицца вообще невкусная. Я просто, когда брал у нее пиццу, я типа брал ее чисто... Ну, хавать хотел что-то другое, потому что поляне еда надоело. Я делал комплимент, чтобы просто ему было не обидно. На самом деле, мне пиццу вообще не нравится. Типа я могу лучше готовить давай. Ни в коем случае не унижая, не унижая его, не превышая себя над ним. Типа пиццу, мне кажется, несложно готовить. Нам важно тесто. А про форти ингридиентов это несложно подобрать. Сейчас тебе успех в работе, чтобы встретиться с хорошим и при этом делать. Большое спасибо. Блин, терпение вам. Реально одни вопросы для ребят. Да? Тут тебе на проекте интересен, мне просто симпатичный пример. Я не смотрю проехать. И сейчас, в принципе, я не засматриваюсь на девушек, не общаюсь, потому что я общаюсь с одной девушкой. У меня есть к ней интерес, у нее тоже. Поэтому как-то общаться с другими. Мне большое внимание на других, но нету интересов. Потому что мне интересна сейчас только одна. Видел гранд новой девушке Фаарина, говорит о любовь его, о жизни его. Я не видел. Мне кажется, Ваня сильно любит Крис. И он мне тоже так кажется. Потому что на день рождения я видел реально. Я видел все. Спасибо за приятный аппетит. Что-то там, что-то как-то выдал. Пить хочется, вот что-то попить. Газированный. Энергетик брать не буду. Я пускай у меня их, кажется, печень скоро сядет. На каждый день энергетики хлыщу. Ой! 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 Скажет на убоем. Ладно, брат, еще раз приятный аппетит, я тебе пойду тоже покушаю. До скорого. Давай приятным аппетитом. Фак-шит. Это что такое? А! Санечек! Фак-шит! Как дела, Илюх? Да ничего, Санечек, нормально. Ну что там, я что-то слышал, там, Брагози что-то вроде начали суету наводить. Не знаю, я бы на вашем месте, типа, вот как я ушел с проекта, если даже мне что-то не понравилось, я думаю, ну и хрен с ними, типа, и все, как бы, и Брагози, не Брагози даже не стал. Хотя я мог. Нас, Камстер, нам не верит. Ну да, поэтому и ебашим. Мы-то же как с Ульянкой. Ладно, Саня, давай не будем по проекту. Жду. Мне уже это, пересолили конкретно. Кто влюбился? А? Мне же возможности, я скажу, блядь, дебил просто. Орет, ну и все, в столовку. А тут что, когда приедешь, шай? Еще в салат. Да, ну, будет пересоленный. Огонь все стали крепче, давай, Люд, мир тебе, добро, давай, брат, добро, мир, счастье. Все хуй стоял, и бабки были. Ну, как жар, в любом случае, сам знаешь, земля круглая, жопа скользкая. Еще увидимся. Сань, без обид, но кто-то в последний раз тебя очень ужасно постри. Очень ужасно. что-то не дотерпел, где-то нет, е-мое. Ты же знаешь, я тебе сделал такую притчу, которую тебе никто так не сделает. не беру ближе к делу. Хорошо, Сань. Кстати, вот как Саня общается, в плане такого, типа, а-ля, ну, я раньше так разговаривал. Типа такой, слегка приблогненный, в плане разговора, там, типа, тебе что-то будешь говорить, ты, блядь, еще на поле, там, не знаю, рожь не сеял, чтобы там что-то поднимать, короче, мне говорить. Ну, в таком формате. Контейнер, значит, что-ли-много. Сушняка. Опять ты с этой маской. Да, ничего. Так, сейчас контейнеры возьму. Салат уже не полез, потому что слишком соленый. там еще плюс малосольные огурцы. Ужас. А, надо еще Марине взять гречку, конечно. Так. Пусть мы контейнер посчитаем, и новую гречку еще. Сейчас, ребята, я варенье наложу, гречку попросил взять. Я там поставил, вот в контейнер салатом, салат я не даю. А? А? Нет, скорее всего, я думал, как-то кошка пронесла. Кисловато я была. А этот, салат, где соленый, но я возьму его сейчас с собой все равно. Пофиг. Два мне просраться. Ой, забыл, что вы здесь. И ничего еще у нас, вази нахать. Чисто камера содержания. Не заметили? Нет, я смотрю, влечка стоит. А вы думали, что я смеюсь? Нет, покажешь, что поздно. Не думаю. Девушка. Так. Видели, нам случайно девушка пришла. Короче, ребят, сейчас походу я все выхожу с прямого эфира. Давайте обнял, приподнял, поцеловал, поцеловал правду. С вами Магдей.